Сегодня в День Святой Екатерины в центре Екатеринбурга в парламентском дворце депутаты Свердловского законодательного собрания, помимо всего прочего, поддержали большинством голосов федеральный законопроект о санитарно-эпидемиологическом благосостоянии населения, известного как законопроект о QR-кодах, который широко сейчас обсуждается во всех региональных парламентах России. Ставлю на голосование принятие постановления по данному вопросу, как предлагает комитет в целом. Голосуем, коллеги. Решение принято, коллеги. Спасибо. Напомню, что комитет по социальной политике нашего ЗАГСО согласился с законопроектом еще в ноябре и рекомендовал его к принятию. Напомню, в тот день к парламентскому дворцу пришли несколько десятков антикуаров, то есть противников QR-кодов, типа разделяющих общество на касты. Так к ним тогда вышли депутаты Погудин и Вегнер из комитета по соцполитике, выслушали страждущих, взяли от них обращение и пообещали, что на пленарное заседание 7 декабря, то бишь сегодня, пустят трех антикуаров и дадут им слово по три минуты. И депутаты не обманули. Действительно, сегодня троих антикуаров запустили во дворец. Но так как те были по принципиальным соображениям без масок и не сдали ПЦР-тесты, их посадили в отдельную комнату. Но слово им все же дали. Впрочем, ничего нового антикуариат не сказал. Разгоняли опять про фашизм, про нарушение прав человека, про противоречие Конституции России и все в таком же духе. Мы на эту тему сделали несколько очень больших репортажей, в том числе подробно обсуждали и юридическую сторону вопроса. С QR-кодами все норм. Они соответствуют 55-й статье Конституции России и вообще по этому поводу есть решение Конституционного суда. Кому интересно, изучайте матчасть. Напомню, что противниками QR-кодов выступали несколько общественных организаций и Коммунистическая партия Российской Федерации, депутаты от которой сегодня, как и ожидалось, проголосовали против закона о QR-кодах. Что важно знать по этому вопросу? Главное, QR-коды работают, а всякие противники QR-кодов и прочие антиваксеры стремятся к массовому уничтожению жителей России. Кто-то делает это по искренней глупости, наслушавшись болтовни антикуаров, а кто-то целенаправленно по злобе, с умыслом. Очень показателен пример Китая, где COVID-19 зародился и за два года на планете от нового вируса погибло около 5,5 миллионов человек. Думаете, сколько человек погибло от COVID-19 в полутора миллиардном Китае за два года? 5 тысяч человек. И это при их скучности и антисанитарии. Всего 5 тысяч. Да у нас в России в пиковые моменты погибало по 1200 человек в сутки, а в Китае всего 5 тысяч за два года. А все потому, что у них жесточайшее QR-кодирование. У них коды разного цвета в зависимости от ситуации. Чуть где-то кто-то заразился сразу же, жестко закрывает всю окрестную территорию. То есть QR-коды это такой баланс между свободой перемещаться куда хочешь и свободой жить. Вот помните пару лет назад антиваксеры разгоняли про жидкое чипирование? Ничего же не подтвердилось. Год назад гнали пургу, ничего не сбылось. А сейчас антиквары льют воду на ту же мельницу, что и украинские диванные войска. У нас китайский вариант скорее всего не зайдет. У нас и народ не такой сплоченный, как в Китае. Да и власти все-таки миндальничают, нежестят, обсуждают с народом. Второй год уговаривают. В Китае и Штатах все лютые антиваксеры давно уже на кичи, без доступа к интернету. А у нас пока еще некоторые раздувают тему и находят последователей. А кто-то все твердит, что у нас не демократия.